коллеги приветствую я александр молчанов и каждый кто сделает репост этого выпуска своих соц сетях получит сегодня подарок от вселенной также я напоминаю что полным ходом идет набор на онлайн-курс сценарий полнометражного фильма в нашей сценарной мастерской и если вы хотите научиться писать сценарий если вы хотите стать профессиональным сценаристом то проходите по ссылке в описании подайте заявку и займите место на курсе пока его не занял кто-то другой так я чуть-чуть пораньше вышел за пять минут вышел до эфира поэтому сейчас пока все подключаются я проверю проверю то ли у меня аудио закреплю файл и если вы меня видите если вы меня слышите если вы уже подключились то напишите в чате что вы меня видите и слышите залить текст в описании тогда все всем видно всем слышно коллеги напишите как прошла ваша неделя как вам удавалось резать хвосты и какие были какие были изменения еще закрепить как прошла неделя самочувствие не очень да спасибо что поинтересовались какой-то лютый действительно какой-то лютый гриб я заболел видимо где-то недели три назад и как обычно на ногах на ногах переболел и вроде бы все здоровье это железное вот вроде бы все нормально и даже уже начал выбегать на пробежку пару раз выбежал но были какие-то такие звоночки что тут не то что-то тикает в организме какая-то бомба замедленного действия да не не прошла она еще и вот в начале недели меня просто как как кувалдой с ног сбила просто очень тяжело это неделя была и до сих пор до сих пор не не очень хорошо так неделя прошла странно но неожиданно приятно по ощущению неделя пролетела тяжело расставаться с хвостами с нашими любимыми хвостами тяжело расставаться до согласен но с другой стороны понимаете она вот это расставание с хвостами она всегда дает ресурс и по большому счету например если вы чувствуете я вообще рекомендую время от времени делать такое упражнение и там ну раз в год так как минимум и желательно где-то вот в конце в конце календарного года почему потому что мы год все равно воспринимаем календарно да то есть мы все равно у нас концу года мы начинаем как-то итоги подводить да и так далее так далее хочется с нового года как начать начать немножечко по-другому жить вот и и и у нас есть какой-то вот моральная моральная готовность к тому чтобы эти хвосты в конце года порубать это что допустим тяжело отрубить в середине года да вот здесь вот подход к этому рубежу года и желание что-то поменять она помогает отрубить какие-то хвосты которые не может быть в обычной ситуации вы их не замечаете и не осознаете здесь самое главное отрубить то хвост это пол беды да то есть его не сложно отрубить да то есть принял решение все отрубил сложно выявить его да то есть с хвостами проблема не не в том что их сложно рубить проблема в том что их сложно выявлять то есть мы их чаще всего просто не замечаем так же как с подписками вот я пару дней назад писал пост о платных подписках да то есть мы очень часто это тоже хвосты да то есть такие финансовые ручейки которые куда деньги утекают и очень часто мы этого даже не замечает причем случается так что ты подписываешься на какой-нибудь сервис условно говоря чтобы один какой-нибудь сериал посмотреть да и вот ты посмотрел этот сериал четыре года назад и больше ни разу на этот сервис не заходил а деньги у тебя списывается вот поэтому это тоже подписки эти все надо выявлять они очень часто не напоминают о себе никоим образом то есть каким-то образом то есть подписки которые напоминают допустим что вот через там какое-то время там через три дня или через день будут списаны средства с вашего счета если вы хотите отписаться вот нажмите сюда я как раз вчера отписался от одной рассылки такой обнаружил что я ее там месяцев семь уже не читать ну не читают надо отписаться значит да так 12 часов все начинаем друзья мои наш эфир сегодня будет такая скорее не лекция я с с опаской к этой теме тем 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 теме подходил и вообще думал давать ее не давать но все-таки решил дать поговорить потому что она достаточно важная на мой взгляд и я надеюсь что у нас сегодня получится не скорее такая лекция да а скорее какой-то ну такой доверительный разговор может быть даже исповедь история которую я вам хочу рассказать некоторые из вас знают эту историю я не рассказывал в прошлом году те кто проходил практическую магию в курсе и те кто меня читал в то время тоже знают эту историю ну те кто знает ничего страшного повторение мать учения значит смотрите я делаю много разных проектов помимо сценарной мастерской помимо книг которые я пишу пьес помимо блогов которые я веду бесплатных тренингов которые я провожу да и так далее так далее ну много достаточно всяких разных активностей сценарные конференции и вот в свое время где-то лет восемь назад уже я начал вести подкаст изначально он много раз менял за это время свою площадку менял название менял формат это были то там изначально это были по сути такие живут лекции сейчас у меня была такая мастер-группа и вот я несколько занятий мастер-группы выложил в подкасте это было в начало начало проекта да это как пятнадцатый год лето пятнадцатого года потом я начал брать интервью сначала у сценаристов писателей потом вообще у всех людей которые мне были интересны и это началось там десять лет назад вообще этот проект с интервью начался на самом деле раньше десять лет назад я их брал в текстовом виде и несколько может быть тоже вы видели в контакте я выкладывал несколько этих старых интервью тоже довольно интересно и интересно то что все вот эти люди у которых я тогда брал интервью они все стали ключевыми людьми сценарные олег маловичкой ким белов так далее даша грацевич и вот в какой-то момент когда я там разобрался как пользоваться гугл хэнгаутсом я решил что можно же делать эфиры с людьми выходить да и брать у них интервью в прямом эфире и первым был алексей красовский режиссер вот мы сделали такой эфир неплохо вроде бы получилось и я начал их делать там более или менее регулярно сначала раз в две недели потом и когда появился дуть и когда вообще прям стало очень модно делать интервью для интернета я решил что наверное мы тоже так можем и мы начали снимать интервью прям вот дорого в студии с оператором режиссером у нас был арсений гончуков да там человек с четырьмя полными метрами в общем так дорого-богато вот но поскольку люди у которых я брал интервью это были не какие-то такие медийные персоны не не самые популярные ну и так смотрели ни шатка ни валка десять тысяч пятнадцать двадцать тысяч просмотров и как как то какого-то стимула дальше это делать особо не было но поскольку производственно это конечно очень дорого стоило и я периодически вылетал в трубу вот хотя мне конечно нравилось это было здорово достаточно и да и несколько этих интервью остались там с вадимом демчугом с довлатовым сколько там всего их может быть штук пятнадцать таких телевизионного формата интервью и и я тогда разобрался наконец как пользоваться зумом и начал делать эфир онлайн потом началась пандемия и все сели дома и естественно все были очень сильно деморализованы этим а я как-то ну собрался и решил что вот это шанс сейчас для того чтобы поскольку все будут сидеть дома делать будет всем нечего буду-ка я делать ежедневных и сказано сделано и я начал делать эти интервью вот начиная как какой-то год был 2020 до начала пандемии март вот с марта начиная я делал интервью каждый день иногда два интервью в день и даже было там два или три дня когда мы делали три интервью в день и помимо того что это публиковалось на ютубе публиковалось в фейсбуке в контакте основной площадкой был подкаст в моем представлении было так что поскольку видео качество не очень а качество звука ну достаточно хорошие и гости классные и темы интересные и я ну в моей картине мира основной площадкой был подкаст и тогда мне один парень которого звали в один он немножко помогал нам там выкладывать видео на торренты ну такими техническими техническими работами занимался фрилансом вот он там что-то сказал что вот что там там работу потерял что-то ему там надо денег подзаработать и предложил а он живет в минске то есть мы с ним ни разу не встречались только вот так общались предложил помочь продвигать подкаст поскольку я в этом ничего не понимал я решил что ну вот если человек разбирается в этом технически то давай давай попробуем мы это делаем и начал он продвигать подкаст с подкастом какая сложность сложность в том что там абсолютно непрозрачная статистика то есть в целом есть способы посмотреть статистику но там типа есть даже три способа посмотреть статистику но они все три по одним и тем же выпуском подкаста дают совершенно разные данные и верить им ну совершенно невозможно причем разброс такой да условно там выпуск выходит один источник говорит что выпуск посмотрели две тысячи человек другой источник говорит что выпуск посмотрела двести человек да а на следующий выпуск может быть в первом источник 200 посмотрела во втором две тысячи да то есть поэтому веры особой не было причем непонятно почему почему такие проблемы со статистиками много кто в эту я понимаю что это со временем все наладит так же как ютубе ютуб же дает достаточно точную статистику и ботов списывает да и повторные прослушивания списывает да то есть технически я думаю что все это можно отладить и со временем это будет отлаживать но пока в то время это этого еще не было вот и значит вадим мне пообещал сделать программу которая будет считать статистику причем серьезно достаточно это делал вплоть до того что скажем так планировал продавать ее другим подкастером вот я это дело финансировал и естественно дальше он занимался продвижением и поскольку я в моей картине мира опять же да если человек взялся человек в этом разобрался и в общем показывает какие-то результаты значит все и все идет нормально тем более что мне в общем времени вникать в это все особо не было потому что я во первых напомню каждый день делал интервью да большое полутора двухчасовое и плюс еще вел мастерскую то есть каждый день читал довольно большое количество текстов и раз в неделю проводил урок в мастерской плюс еще проводил бесплатные тренинги то есть никто с меня не снимал ни самодисциплину ни сценарий за неделю ни сценарную конференцию да то есть все это весь этот объем деятельности продолжался в полном в полном объеме и дальше да Вадим мне рассказывал о том что вот у нас сейчас такая статистика вот у нас сейчас всякая статистика вот давай мы там туда вложим деньги в рекламу вот сюда вложим деньги в рекламу и мы начали как с 50 тысяч и в итоге мы дошли где-то до 200 тысяч рублей в месяц на рекламу причем как он мне объяснял что мы вводим он получил права разработчика apple и мы вводим деньги да мы рекламируемся прямо внутри сервиса подкастерского и как бы все все нормально все официально я этому поверил при этом там в какой-то момент по статистике то есть он мне реально присылал распечатки все вот сегодня настолько просмотров сегодня столько да потом сделал программу которая автоматически создавала эту статистику мы сделали сайт на сайт ее запилили да то есть это можно было посмотреть это все выглядело очень очень убедительно почему я в это поверил потому что у меня в это время на фейсбуке было 270 там с лишним 200 200 почти 280 тысяч подписчиков на ю тубе было там тоже около 50 тысяч подписчиков да то есть в инстаграме в то время было сейчас у нас там под сократилось по понятным причинам да но тоже был там около 50 тысяч но основная площадка была фейсбук и у нас там действительно много читали и я прекрасно видел что это не боты нас читают да то есть когда я допустим задаю какой-то вопрос в фейсбуке на странице обновляю у меня там уже 20 комментариев через секунду обновляю 220 обновляю 1020 да то есть там шаг был очень очень быстрый да то есть и были посты которые легко набирали там несколько тысяч комментариев понятно что ну боты не будут прибегать это было видно что это не боты репосты посты набирали там по десятки тысяч лайков тысячи репостов то есть ну жизнь была достаточно активна и я себя видел в общем достаточно популярным фейсбук блогером и почему бы этой аудитории и не конвертироваться в подкаст поэтому у меня цифры там в миллион просмотров прослушивание у меня никакое никаких подозрений не вызывали тем более что у нас и до того как вадим к нам присоединился у нас уже были выпуски например был выпуск про джокера когда вышел фильм джокер мы с таней салахиев и талал делали эфир как раз обсуждали психологические аспекты этой темы этого фильма он набрал там типа полтора миллиона прослушивания даже в этой вот на статистике на хостинге который там непонятно как верить а выпуск с лянкой грыл интервью о том как стать звездой в голливуде он набрал три миллиона вот то есть это не не так что типа ноунейм какой-то пришел да и ждет что у него там будут по миллиону прослушивание да то есть я к тому времени ноунеймом уж никоим образом не был а что касается там гостей моих которые приходили в эфир там вообще были нормальные крутые звезды вот там довганя марининой донцовой и так далее и так далее вот поэтому я к этому относился так в общем да все нормально нас смотрят там слушают да были какие-то звоночки были какие-то подозрения но в общем в целом все говорило о том что все у нас там в порядке очевидно что видимо то есть ну как мы отслеживаем допустим упоминание моей фамилии в поиске да в яндекс в вордстате да я вижу что там стабильно там несколько тысяч человек периодически меня ищет все в порядке косвенные признаки говорили что в общем нас смотрят но тем не менее вот с подкастом была такая история и дальше я придумал проект под названием диалоги который в общем должен был стать пиком этого подкастерского проекта когда я предложил всем желающим любым желающим брать интервью да во первых я говорю зачем мне вообще там были нужны прослушивать потому что я приходил к людям незнакомым и предлагал дать интервью для нашего подкаста и понятно что если у тебя раскрученный подкаст если ты есть да естественно мы там были во всех топах все там тоже все все было в порядке если ты не раскручен да если ты не известен если твой подкаст никто не слушает тебе просто никто не придет на эфир ко мне приходили охотно то есть люди люди любили приходить на мой подкаст естественно там не со всеми мы в десну целовались там с дробышевским мы вообще чуть не подрались прямом эфире вот но тем не менее нормально все было и вот я предложил ребят давайте вот кто хочет давайте делать эфиры вот есть подкаст мы выкладываем на ю тубе видео а аудио выкладываем на в нашем подкасте и тоже все началось вроде бы неплохо около 50 авторов мы собрали и в какие-то дни у нас выходило по 10 интервью в день и очень крутые очень разнообразные вот там от мистика условно говоря там могло выйти там утром интервью с братом марсием о каких-то мистических аспектах нашей жизни да а вечером могло выйти какое-нибудь интервью о ядерной физике и мне вот это разнообразие оно мне очень нравилось я многие интервью сам смотрел с удовольствием то есть это было прям классно но естественно на ю тубе это особо не смотрели народ не смотрел но я мне душу грело то что есть подкаст что там есть просмотр прослушивание да что там народ слушает и значит как-то все это шло мы уже запустили а я параллельно занимался то есть я диалоги шли своим чередом а я занимался проектом год не год денег а практическая магия как раз в прошлом сентябре он был запущен тоже сложный достаточно проект еженедельный эфир его надо подготовить там и в общем все неплохо это шло до какого-то момента и вдруг появляется в одном блоге появляется пост о том что молчанов жулик и что он всех обманывает о том что у него там сумасшедшие миллионы просмотров я сначала не придал значение большого этому посту почему потому что я его прочитал и он выглядел просто как хейтерский наезд то есть там например но там были тоже звоночки перед этим кто-то какой-то чувак мне написал предложил что типа давайте я возьму интервью для вас какой-нибудь у кого-нибудь ягона пожалуйста возьмите я посмотрю если будет хороший мы поставим потом он мне дальше пишет а знаете чё а давайте вы мне за него заплатите я говорю ну с хера ли я должен вам платить я вас вообще не знаю он говорит ну типа вот мне на микрофон купить чтобы взять интервью я бы давайте вы сначала заработаете себе на микрофон возьмете интервью а потом уже мы с вами будем о чем-то разговаривать вот и все как как-то значение мне показалось что это вот был блогер который меня значит пришел ко мне общаться для того чтобы выяснить сколько я плачу участникам проекта диалог да я этого не скрывал никогда что я никому не платил на проект идеологии вот потом кто-то на меня выходил типа можно дать у вас рекламу в вашем подкасте вот я там честно ответил что у нас мы не понимаем нашу статистику да то есть мы как бы наша статистика под сомнением да то есть мы стопроцентно в эту статистику не верим поэтому рекламу мы не берем и за все время существования подкаста у нас не было ни разу рекламы и значит выходит пост о том что молчанов накручивает статистику у него там рабы берут интервью за него которым он не платит ну не в этом же смысл значит и что он продает рекламу в своем подкасте зарабатывает на этом сумасшедшие деньги то есть ну безумный какой-то совершенно накат на вот когда это случилось и я нашел этих ребят которые написали посты естественно в панамку им херов на накидал очень так жестко с ними поговорил матюгов всяких не оскорблений в общем прямо в лицо много чего сказал о чем в общем жалел впоследствии вот но ребят я никогда не говорю о людях плохо за глазах но в глаза я могу сказать много чего вот и значит в это время появляется человек который неважно не буду называть кто назовем его артур значит который разбирается в подкастах и он говорит слушай саш у тебя что-то что-то там не то происходит короче ребята ребята что-то правильно про тебя написали я засомневался и я говорю артур слушай можешь сделать независимую экспертизу проекта ну то есть вот тебе логины вот тебе пароли зайди посмотри вот статистика вот этот наш сервис который считает вот тебе доступ к полной переписке с вадимом да то есть вот посмотри сделать для меня экспертизу проекта он посмотрел это все и горит слушай ну тебя обманывают вот в этот момент только да когда человек провел независимую экспертизу я понял что да что-то идет не то к этому времени в рекламу мы вложили уже около двух с половиной миллионов рублей весьма и весьма нефиговые деньги то есть ну представьте там около года там по двести тысяч по двести тысяч в месяц плюс еще зарплата вадима не очень большая да но в сумме в сумме получалось довольно солидно то есть фактически все деньги которые я зарабатывал в мастерской они все уходили на этот проект и дальше происходит следующее значит я пишу тем ребятам которых я там матом погонял и говорю ребят короче вот мы провели экспертизу похоже что вы правы у меня я прошу прощения за все что я наговорил хотя как бы материал конечно был там вранье на вранье было вот но самая главная правда была в том что у нас не адекватная статистика другое дело что мы эту неадекватную статистику никак не использовали то есть мы не продавали рекламу в нее да то есть я не не ходил по рынку и не кричал ребята типа любите меня потому что у меня такой большой подкаст вот я использовал с этим только для того чтобы гостей приглашать но по сути это был обман да то есть я говорил ребята приходите к нам на подкаст у нас там такие хорошие прослушать а прослушивание не вот то есть соотношение было такое прослушивание были на самом деле конечно и большое количество людей опять же ко мне все время подходили и говорили о том что типа подходили говорили что там так что какие проблемы ребята а в чем проблема проблема со звуками или с видео давайте сейчас я проверю так интернет есть эфир я проверяю у меня есть эфир даньер проблема на вашей стороне очевидно да так вот идем дальше через нашу печальную историю а есть здесь кто-то в эфире есть здесь кто-то из участников проекта диалоги кто-то кто участвовал в наших наших диалогах брал интервью для этого проекта вот на самом деле мне конечно самое самое большое мое неудобство состоит в том что вот участники проекта диалоги это леса белкин что те кто делали интервью для для эфира да они под я их по сути обманул сказал пригласил их за раскрученный подкаст а он был не настолько раскручен как мне хотелось бы да жанара вот некоторые из участников вообще впервые попробовали делать такие интервью делать такие эфиры некоторые участники впоследствии продолжили делать такие эфиры на своих уже площадках как например леонид кровь который очень круто делал классные очень эфиры и впоследствии дальше он у себя начал это продолжать и и нормально мне кажется вот ну конечно я там долго извинялся перед всеми и перед участниками проекта и перед зрителями читателями слушателями потому что ну конечно это неприятно да когда ты понимаешь что ты обманывал людей по поводу своей статистики при этом а опять же там я советовался с людьми советовался с специалистами в маркетинге в подкасте подкастинге да и когда они посмотрели статистику на хостинге да то есть там где собственно файлы наши аудио хранятся они увидели что там ну нормально там в день 20-30 тысяч прослушиваний этого подкаста были да то есть мы все равно были там одним из там не знаю может быть сотни так точно а скорее всего и в десятке лучших подкастов вот но для меня конечно это было очень травматично и я честно признаться я психанул тогда да естественно я достал всю эту переписку с вадимом с вадимом мы долго ругались по поводу этого он тоже такой там интерес он приду он естественно обманывал все это время меня да но как бы придумал такую схему что он деньги забирал себе а типа подкаст кто-то где-то в беларуси где-то там на радио рекламировал наш подкаст да то есть ну типа да он брал например там 100 тысяч за продвижение да то есть как мне это объяснял в apple этих самых сервисах да а за это кто-то где-то кому-то в деревне в какой-то да рассказывал о том что вот есть такой подкаст послушай да это конечно очень смешно и сначала я вообще-то как там рукой на этом махнул потом я говорю ну слушай нет давай ты мне выплатишь эти деньги вот я конечно понимал что я не не буду заниматься коллекторскими услугами там сколько то он заплатит 30-20 тысяч вот и так в итоге в итоге и останется ничего он не будет выплачивать ну и так оно и получилось год спустя можно констатировать ну бокс да то есть это был такой урок стоимостью в две с половиной миллиона рублей теперь смотрите давайте посмотрим еще раз да в моменте конечно для меня это было очень тяжело декабрь декабрь прошлого года для меня в этом отношении был очень-очень тяжелый но когда это произошло я испытал облегчение почему потому что подспудно я все-таки чувствовал что здесь есть какая-то есть какой-то обман да то есть есть какая-то обманка что что-то идет не так но я убеждал себя в том что все нормально почему опять же да потому что у меня была некая неадекватная картина мира да то есть у меня не было всей информации для того чтобы принимать осознанные решения как только я эту информацию получил да то есть а кто бы мне мешал например нанять аудитора да и проверить весь проект за год до этого да то есть вот мы даем рекламу давай я найму специалиста который посмотрит и скажет да в каком аккаунте куда ты там деньги отправляешь да принеси распечатки да то есть проконтролировать все это дело и не было бы не было бы этих сумасшедших затрат но с другой стороны я понимаю что если бы этого не было я бы наверное не сделал бы не сделал бы вообще этот проект да то есть не не решился бы делать по интервью каждый день да то есть это самообман который мне дал какой-то импульс для того чтобы получить этот опыт я взял 400 интервью в течение там двух что ли лет ну и проект диалоги который тоже дал импульс людям всем участникам проекта он дал некий импульс да то есть люди ушли дальше дальше делать свои какие-то проекты и какой что из этого вынес вот как я вообще как я тогда это все воспринял как я это понял я это связал с проектом практическая магия потому что наш вот этот проект ну по сути это тот проект в котором мы с вами сейчас участвуем до который сейчас называется год денег мы с вами встречаемся раз в неделю мы с вами обсуждаем какие-то темы вы мне задаете вопросы я на них отвечаю да я думаю не всегда у меня есть готовый ответ да мне приходится о чем-то подумать иногда я ухожу на две недели да да то есть не не готов сразу ответить на вопрос и только через какое-то время могу ответить и и плюс вы каждый день приходите пишите отчеты я вижу ваш прогресс вижу ваши изменения вы поддерживаете тем самым друг друга да и мы все вместе создаем некое правильное поле да что поразительно что в этом поле нет лишних людей да то есть здесь нет миллиона человек да здесь я не знаю сколько да то есть сложно оценить и я думаю что там ну может быть около тысячи человек может быть две тысячи человек да то есть кто-то приходит слушает отчеты не пишет да то есть ну там в среднем сейчас где-то около там пяти шести тысяч прослушиваний каждого выпуска повторное прослушивание не учитывается да то есть это пять тысяч там оригинальных пользователей но я думаю что костяк где-то там одна-две тысячи участников и вот мы все вместе с вами создаем это поле и это поле оно начинает вот все какие-то перекосы какие-то искривления да она начинает исправлять и вот я считаю что существовал в моей жизни существовал такой вот связанный с этим подкастом переход перекос да вернее с вадимом вот и вот это наше поле помогло этот перекос выявить показать дальше осталось его только исправить и соответственно вот какой урок я из этого вынес что очень полезно задуматься у каждого человека есть те или иные самообманы да например у меня в какой-то момент там у меня был четкий жизненный план достаточно да то есть когда я приехал и сам же в 17 лет приехал сам же в вологду у меня было был план что я год учусь в университете в вологде педагогическом а через год еду поступать я тогда планировал в питер на классическую филологию и я приехал в вологду и я остался там на десять лет и десять лет просидел вот по-своему интересные наверное важные были годы потому что там я работал в газете писал первые романы которые печатались в эксмо первую пьесу написал меня жена моя тогдашняя была дочерью актеров вологодского областного драматического театра я вращался в артистических кругах потихонечку обретал светский лоск поскольку конечно же я там с дерева слез приехав туда смотрел спектакль очень много спектаклей смотрел читал пьесы да и так далее так далее да то есть это были не бесполезные годы и все это время я себя обманывал в том что можно добиться добиться успеха писательстве живя в вологде 10 лет и когда я понял в конце концов что это не так что если я хочу действительно по-настоящему расти и расти быстро мне надо ехать в москву на самом деле это стало понятно уже где-то году к 93 94 поскольку я видел как развиваются писатели живя в вологде что происходит там сергеем алексеевым что происходит с беловым там и так далее так далее да и я понял что нет все надо надо уезжать но я еще продолжал после этого 67 лет продолжал там же и в тот момент когда я понял что все надо уезжать я уехал в один момент то есть я просто поехал на вокзал купил билет приехал в москву и пошел по всем своим знакомым по всем адресам да я к обеду уже нашел работу к вечеру нашел жилье все потом вернулся уволился с работы и в следующий понедельник уже уже был москвичом собственно не секунды ни разу не жалею об этом и понимаю что если бы этого не произошло то ничего бы не было бы ни мастерской не было бы ни этих постановок по всему миру да ничего бы этого не было не было бы книг бестселлеров вот все это произошло только потому что в какой-то момент я понял что вот это самообман да то что я смогу здесь чего-то добиться это самообман наверное я мог бы чего-то добиться если бы занимался бы чем-то другим каким-то другим ремеслом водкой бы торговал наверное или строил бы что-нибудь да может быть художник мог бы может существовать в провинции так писатель существовать в провинции не может да то есть ему обязательно надо быть там где где энергия херачит вот при этом сегодня вот тогда было так 90 это совершенно точно было так сейчас это уже совсем не так то есть сегодня у нас будет отдельный урок уже в следующем году я сделаю об окружении сейчас ситуация изменилась благодаря огромному количеству онлайн разных средств общения сейчас если ты знаешь где искать свое окружение ты можешь его найти живя где угодно вот об этом мы с вами отдельно поговорим и вот соответственно к чему я вам весь этот спич веду что такое самообман да то есть вот в этом моем случае это был именно самообман да то есть если бы я сам не убеждал себя все время что все в порядке что так надо идти дальше вот я бы очень быстро это сам сам мог обнаружить и пресечь да то есть у меня просто возникло такое слепое пятно на месте этого проекта вот смотрите когда мы это делаем когда мы делаем что-то да то есть за самообманом всегда скрывается какой-то самосаботаж да то есть когда мы я очень до очень долго анализировал эту ситуацию да и пытался понять почему же почему же все это так происходило зачем я себе это сделал все это фуфло я думаю что на самом деле мне не нужно не нужно было вообще то есть я не хотел подспудно не хотел становиться условно говоря юрием дудем да почему потому что у меня есть мое призвание у меня есть мастерская есть то что я делаю да то есть есть совершенно четко вот моя ниша обучение писателей до обучение творческих людей в которой ну не знаю мне кажется что мне равных либо нет либо может быть далеко не много людей равных которые настолько же глубоко разбираются в том что мы делаем и это попытка стать каким-то таким популярным блогером да она немножко навязаны снаружи да то есть большому счету мне это не надо да то есть мне вот этих двухсот семидесяти тысяч фейсбуке мне совершенно хватает а потом оказалось вот сейчас я перешел в контакт у меня здесь 20 тысяч подписчиков за эти полгода набежала да и я себя совершенно комфортно чувствую да то есть у меня нет конечно то есть там это не тысячи комментариев под постом да это может быть и 10 комментариев и 50 комментариев да то есть активность здесь конечно меньше количество людей меньше меня в принципе все устраивает да то есть мастерская набирается да то есть люди приходят все у нас и люди правильные приходят такие как надо вот и эфиры мы с вами проводим отчеты вы пишете то есть все все идет так более или менее так как надо да то есть нет нужды делать какую-то увеличивать увеличивать охват вот и меня как-то немножко отпустило по этому поводу да то есть я делал действия которые в реальности не могут привести результат почему потому что мне этот результат был не нужен то есть был был сама саботаж в этом смысле вот и то есть вот чаще всего к чему и к чему я все это ведут то есть как это как теперь я к вам-то перейду от своей истории да вот я хочу попросить вас посвятить эту неделю тому чтобы вы подумали в чем вы себя обманываете нет ли у вас какой-то вот такой же истории до в которых либо какие-то отношения с каким-то человеком до в которых вы себя обманываете то есть вы делаете что-то и думаете что когда-то вы вот это действие которое вы повторяете да но когда-то принесет результат а на самом деле она никогда результата не принесет сколько бы раз вы его не повторяли поэтому надо делать какое-то другое действие если вы хотите этот результат получить а вот вот это первое и главное что я хотел вам рассказать насколько это понятно и насколько понятно задание вот я перед вами как бы поймите да что для меня для меня непросто рассказывать эту историю вот и я понимаю что и это нет ни такой не самолюбование да а это скорее я делаю себя уязвимым понимаете да то есть и только делая себя уязвимым да ты можешь впустить свою жизнь что-то новое да то есть если ты защищен если ты прикрыт да то есть вы уже за вы уже давно со мной вы знаете что я не такой самоуверенный гуру до который все знает у которого готовые ответы готовые формулы на каждый вопрос да я понимаю что жизнь очень сложная штука да и очень часто готовые решения не работают или то что работает у одного человека не работает у другого человека поэтому как мы заранее будем знать где мы сама обманываем себя не понимаешь как долбом об стенку хороший вопрос я не знаю нет нет такой методологии до которую нет такой техники как который вот я вам скажу а вот если у вас вот так хотя нет знаете что есть есть на самом деле есть есть один маркер очень точный который позволяет определить самообман это когда вернее даже 2 до во первых вы делаете что-то и и не и там нет прогресса да то есть если есть прогресс хотя бы минимальный да то вы понимаете что через какое-то время начнется рост по экспоненте вы делаете 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 да и то есть если вы пишите да вы пишете у вас получается плохо пишите получилось чуть-чуть получше пишите получилось еще чуть-чуть получше. Пишите, напечатали в районной газете. Пишите, напечатали в областной газете. Пишите. Я, когда начинал, я писал ужасно совершенно. Я тут посмотрел свои рассказы, которые я 20 лет назад писал. Это вообще просто кошмар. Мне удивительно, как эти рассказы печатали литературная газета, крокодил и так далее. Кучу изданий печатали. Они же ужасные, омерзительные совершенно. То есть, пишите, и вас постепенно что-то меняется. То есть, если вы делаете и год за годом не меняется вообще ничего, то есть, вы не видите прогресса, то, скорее всего, ничего и не будет. Вот. Это первый признак. Второй признак – это то, что вы занимаетесь читерством. То есть, если вы ищете какой-то обходной путь, то есть, если прямой путь вам не подходит, то есть, какой прямой путь? Вот в писательстве, например. Прямой путь сесть и писать, там, 10 лет писать каждый день по 3 страницы и читать 100 страниц. Все. Если вы 10 лет будете писать по 3 страницы в день и читать по 100 страниц в день, то у вас рано или поздно, да, вы через 10 лет определенно будете писать лучше, чем за 10 лет до этого. Это 100%. Станете ли вы там великим писателем, это от множества разных факторов зависит. Вовсе не обязательно. Но писать вы точно будете лучше. Да, если вы сразу ищете какие-то обходные ходы, ищете какие-то хитрости, чтобы кто-то вас за руку провел и ваши первые несовершенные ваши тексты опубликовал в самом главном издательстве, да, то тогда, вот если вы везде ищете способ обмануть систему, да, то скорее всего вы не тем делом занимаетесь. Так же, как в институте, например, да, то есть если вы пишете шпаргалки, да, я по литературе никогда не писал шпаргалки, потому что я любил этот предмет, да, и я понимал, что это то, что я хочу знать все. По русскому языку, по современности, сраля, современный русский литературный язык, да, я сидел, изучал всех этих овсяников куликовских, потебню там и так далее, да, то есть мне это все было интересно, я понимал, что это то, что мне надо, да, я не могу писать шпаргалки, а были предметы, по которым я писал шпоры, по экономике, например, мне это тогда было неинтересно, да, и я сразу говорил, это не мое, я сюда не пойду. Вот, поэтому, поэтому, посмотрите, вот два верных признака, да, то есть, если вы делаете что-то, и у вас нет прогресса, и второй, если вы пытаетесь обмануть систему все время, да, то есть, если вы все время используете шпаргалки для того, чтобы получить результат, то, скорее всего, это не то, не то, что вам надо, надо искать что-то другое. Так, кроме этого, домашние задания, я попрошу вас снова вернуться, надо понапоминать себе про эти самые, да, войти снова в это состояние сбора подтверждений, сам текст заданий я вам уже написал в описании видео, и если у вас есть вопросы, я готов на них отвечать. Концепт самообмана очень похож на хвост, тот же результат ниже допустимого и сложного является. Да, в целом это хвост, да, просто это такой невидимый хвост, огромный невидимый хвост. Очень часто у нас один есть какой-нибудь такой огромный невидимый хвост, который нас не пускает дальше. И вот вы его срубаете, да, срубаете этот самообман, и вы просто вертикально вверх взлетаете. Потому что вот этот год после, вот после этого случая, да, год был тяжелейший. По понятным причинам, да, вы все видели. Мы потеряли практически все соцсети, да, то есть у нас в начале года, например, очень круто начал расти дзе. Прямо очень круто. Ну, у нас там выпуски, мы тоже там запустили проект написания рассказов. Я просто, я очень, я все время собираю вокруг себя людей, да, мы делаем все время какие-то, я не один, да, собираю каких-то людей в проекты во всякие интересные. Мне всегда это очень нравится делать. Вот. И у нас там было 4 автора, и мы каждый день публиковали по рассказу. И у нас там были рассказы, которые там 300 тысяч, 400 тысяч прочтений было. очень классно. то есть прям вот все, все там все поперло. Ну, потом началось то, что началось. Дзен там продали, все, все урезали, монетизацию урезали, все, все срубили, все, там все тоже умерло. Вот. Естественно, у нас сразу же умер Facebook. То есть мы сейчас потихоньку там какие-то время от времени посты ставим, дублируем. Сам я туда не захожу. У нас комменты отключены навсегда. Вот. Но я вижу, что эта площадка уже вряд ли восстановится когда-то. Да. Инстаграм умер сразу. Ютуб какое-то время еще трепыхался, да, но тоже не, непонятно. Да. То есть вот считайте, да, минус Facebook, минус Dzen, минус эти самые, минус Insta, минус YouTube. Мы потеряли вообще все основные, все наши основные площадки. SoundCloud тоже в России сейчас забанен, да, где у нас подкаст размещался. Остался ВКонтакт. Во ВКонтакте у меня к этому времени, в начале февраля, было 100 подписчиков. То есть надо было с нуля снова сюда как-то перевести аудиторию. Естественно, далеко не вся аудитория сюда перешла. Да, вот сейчас здесь там типа 20, около 20 тысяч подписчиков. Вот. В целом все хорошо, мастерская существует, люди приходят, учатся, все замечательно. Год денег идет. Вот. Так что мы работаем. Гораздо мастерская пережила этот год гораздо лучше, чем все могло бы быть. Так. Найти ситуацию самообмана в настоящем времени? Да, в настоящем времени. Если нет ресурса от деятельности, это тоже звоночек. Вот я бы с этим осторожнее. Понимаете, дело в том, что в любой деятельности есть какая-то часть деятельности, которая не дает ресурсов. Да, писать сценарий. Классно писать сценарий. Это очень ресурсная деятельность. Особенно, когда гонорар получаешь, да, заходишь на свой ВП, в свой аккаунт, заходишь и видишь, что тебе там вчера капнуло 2 миллиона гонорара. Это очень дает ресурс хороший. Вот. Но, например, когда тебе приходят поправки от канала НТВ, это не самая ресурсная деятельность в мире. Вот читать поправки, это антиресурсно. Так. Когда вас, Александр, в проекте интервью не стало, меня это, увы, перестало вдохновлять. Я понимаю это, да. Я могу это понять. Так. Открытость и честность всегда делают уязвимым. На это и есть быть живым, а не роботом. Но, понимаете, мне кажется, здесь вот это умение становиться уязвимым, понимаете, мы все время отращиваем себе защиты какие-то. Да, то есть мы все время адаптируемся. Да. И для обычного человека построение вот этих защит, оно является необходимостью выживания. Для творческого человека, если, когда творческий человек строит себе защиты, да, он может потерять способность к творчеству. То есть нам надо уметь оставаться уязвимым, да, пропускать через себя все, что происходит сейчас, да, допустим, вот эти 10 месяцев, я понимаю людей, которые отписались от всех новостей, вообще ничего не слушают, ничего не, да, вот я занимаюсь своим, вот расчу свой сад, и мне нормально, да, а туда я даже не смотрю. Я смотрю, да, то есть я там, у меня, я подписан на там телеграм-каналы основные, да, на наши, на украинские, читаю английские СМИ, читаю американские СМИ, да, то есть я стараюсь все стороны смотреть внимательно, кто что пишет, да, и это очень тяжело, это прям реально очень тяжело, просто, ну, это куча негатива, который там может убить вообще-то, вот, но я понимаю, что если я перестану испытывать боль, да, я перестану, я потеряю способность вообще быть творческим человеком, то есть и должно быть больно вообще-то, вот, я, конечно, оберегаю себя от каких-то таких прям совсем экстремальных воздействий, допустим, когда кто-то из моих друзей прибегает ко мне с горящей головой, да, и пытается своей горящей головой поджечь мою горящую голову, да, причем неважно в какую сторону, потому что бывало и в ту, и в другую, вот, в этом случае я просто прекращаю общение, то есть нет задачи, нет задачи гореть головой, так, страх того, что моя мечта не может прокормить мою семью, это самообман, сложная какая-то конструкция, на самом деле я не вижу никакой проблемы, да, то есть вы понимаете, во-первых, надо посмотреть, здесь я вижу, я вижу здесь неясную, некую неясную картину мира, да, которая состоит из того, что если я буду заниматься тем, чем я хочу, это в конце концов принесет мне деньги, вовсе не обязательно, да, то есть, во-первых, надо посмотреть в том, чем вы занимаетесь, условно говоря, давайте так, да, я пишу стихи, предположим, я не пишу стихи, но предположим, что я пишу стихи, и я хочу зарабатывать этим деньги, и я себе говорю, окей, вот я буду поэтом-миллионером, хорошо, мы смотрим, а есть сейчас поэты-миллионеры, и обнаруживаем, что люди, которые пишут стихи, издают книги, и так далее, и так далее, да, среди них миллионеров нет ни одного, вообще ни одного, да, есть какое-то количество людей, которые зарабатывают некий прожиточный минимум своими поэтическими концертами, да, но никак не изданием стихов, да, потому что там в экономике не заложено миллионерство, дальше, смотрю, а есть ли кто-то, кто, делая, пиша стихи, нашел способ зарабатывать на этом большие деньги, и обнаруживаю огромную, огромную группу людей, которые, например, читают рэд, да, то есть пишут стихи, те же, то же самое делают, пишут стихи, неплохие, у кого-то лучше, у кого-то хуже, да, и они эти стихи читают под, можно назвать это музыкой, да, под ритм под какой-то, читают, и среди них есть миллиардер, да, например, Канни Лес, да, не знаю, сколько сейчас у него состояния, да, он деятельно от него избавляется, но на пике у него было около пяти миллиардов, да, то есть можно в своей деятельности найти способ зарабатывать много денег, например, я пишу тексты, да, я пишу там, пьесы, романы, сценарии, да, из всего этого деньги мне приносят только сценарий, да, ну пьесы вот еще начали, когда начали в Европе ставить, начали пьесы деньги приносить, да, то есть опять же можно писать тексты, которые не принесут мне деньги, а можно писать сценарий и зарабатывать достаточно большие деньги, да, и еще третий вариант, да, можно мечту, мечты добиваться в свободное время, что называется, да, а для зарабатывания денег заниматься какой-то другой деятельностью, то есть разделить мечту и зарабатывание денег, тоже в этом нет никакой абсолютно проблемы, да, допустим, если вы понимаете, что ваша деятельность там не принесет вам быстрого дохода в течение там ближайших 50 лет, 5-10 лет, то, конечно же, надо найти какую-то работу, желательно, чтобы вы, она не не слишком много сил от вас брала, условно говоря, поколение дворников и сторожей, да, и лучше, конечно, начальникам куда-нибудь устроиться, им совершенно ничего делать. Я в свое время так и сделал, когда я работал журналистом и понял, что это тяжело совмещать с писательством, я стал редактором, и, соответственно, у меня освободилось время для того, чтобы писать романы. вот поэтому так хорошо каждый ваш эфир всегда очень вовремя, как раз сейчас мысли на эту тему в последнее время. Так, понятно, историю можно не выносить на всеобщее обозрение? Ну да, конечно, ребята, это же для вас. То есть от вас отчет какой в течение недели? Самообман выявлен и какие-то ваши впечатления, мысли по этому поводу. А сам контент вашего самообмана, естественно, нет никакой необходимости. Я не жду от вас ответной откровенности по этому поводу. Так, пока не знаю, как это выразить, оно это сомнение во мне уже давно. Попробую сформулировать кристаллизировать. Вот вам неделя на размышления. Да, из разряда если вам показалось, то вам не показалось. Это звучит уклончиво, но на самом деле вы знаете, это очень точно. Гелия пишет. Так, как понять самообман или сделано недостаточно попыток? Надо смотреть на прогресс. Так, сейчас посмотрю. Сейчас смотрю на свое творчество, ее писательское, и понимаю, что это мой самообман. Рельсы, чтобы быть дома и не принимать решения важные в семье. творчество вполне может быть инструментом прокрастинации. Как ни странно, но тем не менее, да, очень часто бывает так, что люди уклоняются с помощью творчества от каких-то ключевых решений, которые надо принять. Как много вам понадобилось времени, чтобы научиться писать хорошие сценарии? Около десяти лет. Но тоже, смотрите, здесь как считать. Я первый текст свой художественный написал в шесть лет. Это было стихотворение четверостишее. Оно звучит так. Бабочка крыльями машет, садится на травку и пляшет. Белка по дереву скачет, в дуплах орешки прячет. Вот от такого текста я в итоге дошел до сериалов для первого канала. Ну вот считайте, где-то на пик формы, мне кажется, вышел я пьеса убийца. Это тридцать четвертый год, сериал Москва Центральный округ тоже где-то в это время был. Где-то тридцать четыре года, вот считайте. Двадцать восемь лет в целом. А уже серьезно, да, такой целенаправленный подготовки, да, то есть где-то с 14 лет я уже писал, уже точно понимал, что я буду писателем и писал целенаправленно каждый день. Так, благодаря вашим подкастам познакомилась с очень интересными людьми. Подкасты, кстати, отличные. Тем не менее, тоже, когда все это произошло, я в ярости, конечно, снес все видео, все вообще, все отовсюду удалил, потом мы какую-то часть подкастов, там, то, что осталось, мы вернули на YouTube, так что можно посмотреть. Да, диалоги был очень крутым проектом, у нас был классный час, чат и такая суперская атмосфера, да, мне тоже, я очень жалею об этом проекте. может быть, может быть, мы когда-нибудь его возобновим, то есть, если мы, если я смогу, опять же, да, то есть, все зависит от аудитории, например, если мы быстро достаточно наберем здесь там, хотя бы 100 тысяч подписчиков, посмотрим, я попробую, я здесь еще не делал интервью, да, хочу попробовать сделать трансляцию, интервью именно здесь, во Вконтакте, если их нормально будут смотреть, то почему нет? Да, вот Олеся пишет, крутейший был проект, спасибо за этот опыт, этим летом история с Вадимом и статистика очень помогла мне в совсем другом деле. А ребята, которые были в диалогах, они просто помнят это все, да, они помнят Вадима в нашем чате, что он там писал, там и так далее, то есть, это все у них на глазах разворачивалось. Так, все, здесь я на все ответы ответил, на все вопросы, посмотрю, что здесь. Если есть вопросы, то задавайте, сейчас мы, задание я уже дал и сейчас буду, так, на чем я остановился-то, а? Люблю подтверждения. Да, мы будем, мы будем уходить от подтверждений, будем делать другие задания, а потом мы снова-снова будем возвращаться к подтверждениям. И дальше, в следующем году, я специально в этом, в конце года уже не давал таких более сложных тем, мы начнем делать, что называется, такие, ну, более, более контентные, более содержательные у нас уроки будут, мы будем рекламой заниматься, да, то есть будем прям именно, именно деньгами напрямую заниматься. Так, тот самообман, который уже был найден и признан, и приняты меры, это уже можно не писать. Да, то есть если уже отрефлексировали, ребят, еще раз смотрите, здесь важно, почему важна фиксация, да, то есть мы с вами, вот это физическое действие, да, когда вы сюда приходите и пишите комментарий, мне не нужен весь контент, да, весь этой истории, мне важна оценка, это того, что произошло, то есть что вы чувствовали при этом, да, что изменилось, усвоен ли урок, да, то есть вот это вот важно, и за этим это все я вижу и смотрю, а само, сам, а меня там муж бросил или еще что-то, да, то есть это все не надо сюда нести, да, почему, потому что люди не знают контента вашего, то есть не знают содержания, вот, а вот выводы, да, они могут увидеть и как-то впитать, поэтому, так, есть вещи, в которых страшно и стыдно в себе признаваться, но когда в них признаешься себе, да, после этого вдруг начинаешь почему-то вертикально вверх взлетать, то есть вот представьте, я остался бы, например, в Вологде 20 лет назад, я сейчас, сейчас мне 48 лет, я больной гриппом насквозь, да, то есть я сижу, глаза в тумане, но я сейчас реально чувствую себя лучше, чем я чувствовал себя 20 лет в Вологде, 20 лет назад в Вологде, когда мне было, больше уже, чем 20 лет, да, когда мне было 26-27, я себя чувствовал там гораздо хуже, чем сейчас, то есть такое ощущение, что мне там было 50 лет, а сейчас мне 25, важно, чтобы в эти кошмарные времена мы были вместе и занимались интересным, да, немножко, конечно, в этом есть ситуация такого декамерона, да, то есть когда мы с вами скрываемся во время эпидемии чумы, да, мы скрываемся в монастырь и сидим и здесь рассказываем друг другу какие-то истории, да, есть, конечно, такое. Мастерскую я всегда рассматривал как некий монастырь. Переживаю, что может самосаботирую выглядеть на первый взгляд как самообман. Мне кажется, что за самообманом всегда есть самосаботаж. Основанием самообмана всегда служит самосаботаж, да, то есть что вы на самом деле не хотите получить какой-то результат, да, и вы специально делаете действие, которое этот результат вам принести не может. И вы как бы злитесь, да, почему я делаю, а у меня ничего не получается, да, а как только вы находите действие, которое приносит вам результат, вы его тут же каким-то действием разрушаете, чтобы оно вдруг вам результат не принесло. То есть надо разобраться вообще, а нужен ли вам этот результат, да, то есть где, что там, где-то там есть слепое пятно какое-то, которое вы не видите. Да, мне нравится аудиторию, которую вы собрали в ВКонтакте, очень теплая, живая, настоящая аудитория. Вы знаете, я поразительную штуку сегодня обнаружил, я прям пост про это написал, я в Фейсбуке вообще, у меня была очень жесткая политика бана. Я там банил народ направо-налево, у меня здесь бан-лист чистый, то есть ни одного забаненного. Я иногда баню кого-то, но потом через какое-то время разбаниваю. Да, и у меня сейчас вообще в черном списке сейчас никого нет. Вот в комментарии иногда во время трансляции забежит кто-нибудь с матюками, да, я его забаню, естественно, а потом разбаниваю, потому что они не возвращаются никогда, такие забежавшие. Поэтому, только не надо сейчас проверять, что будет, если меня обложить хуями. Ничего хорошего не будет. Может ли быть самообман, затишье в рабочих проектах? Ну, надо посмотреть, а что причина этого затишья? Может быть, вполне. Так, хотя сейчас сценарий находится в процессе сбора материала, и это дает энергию, это заряжает меня, значит, самообманом не является то, что я хочу быть сценаристом-писателем. Смотрите, вот здесь надо быть осторожным. Очень часто, я сейчас вам, извините, что я, вам может показаться со стороны, что я как-то отвлекаюсь на ответвления на какие-то, но это такое правильное, это куда надо ответвление. И я все время пишу, проповедую о том, что все должны вообще писать сценарии, все должны быть писателями, все должны быть драматургами и так далее. На самом деле, это немножко не так. Все должны научиться писать сценарии, все должны научиться писать романы. То есть, я считаю, что человек обязательно должен за свою жизнь написать хотя бы один сценарий и написать хотя бы один роман. Почему? Потому что, умея писать сценарий, вы понимаете вообще, как мир устроен. Потому что мы все время живем историями. То есть, мы все время себе рассказываем истории. История – это фундамент нашей жизни. То есть, какую историю мы себе рассказываем, такую жизнь мы и живем. Это основа вообще всей психотерапии. Она вся основана на историях. Что бы вы ни было, что бы там ни было. И нейрографика основана на истории. То есть, все везде в основании истории. И если ты понимаешь, как это работает, ты понимаешь вообще все. Но совсем не всем непременно надо быть и работать сценаристами. Да, действительно, это хорошая работа. Действительно, хорошая работа. Я много лет работал журналистом. Ни разу никуда за границу не выезжал. А мне так хотелось путешествовать. Стал сценаристом, сразу начал ездить. По три, по четыре, по пять, по шесть стран в год. Да, то есть, вот хотя бы даже из очевидного. Зарабатывать стал кратно больше, после того, как из журналистов перешел в сценаристы. Но дело вот в чем, что когда у вас есть какая-то профессия, которой вы занимаетесь много лет, у вас накапливается негатив по поводу этой профессии. Если у вас еще, например, там не очень сильно что-то получается, не сильно больших успехов вы достигаете, то вообще начинается фрустрация такая. Да, то есть, вы такой, я работаю столько лет, а толку нет, и типа займусь-ка я чем-то другим. Просто надоедает. И когда вы смотрите на другую какую-то профессию, вы не видите темных сторон этой профессии, вы видите только светлые стороны. И в сценарной профессии эти светлые стороны естественно есть, потому что, например, ну, в норме у меня сценарный рабочий день заканчивает ну, сейчас я уже сейчас ушел из активного спорта, что называется, на тренерскую работу, да, но когда я писал, да, у меня бывали ситуации, когда там в 9 утра у меня уже работа закончена дневная. То есть, я с утра встал, 2 часа свои с 7 до 9 написал норму, в 9 я свободен. И дальше я иду на пробежку, на прогулку и так далее, смотрю кино, лекции слушаю и так далее. Да, то есть, по сравнению с тем, что я работал шеф-редактором, я к 7 приезжал на работу и в 4 часа уезжал, да, то есть, это совсем другое качество жизни. Вот. но, да, то есть, ты видишь вещи, которые характеризуют работу как отличную, но ты не видишь темных сторон этой работы, не видишь того, не видишь вот этих поправок от канала НТВ, не видишь сериалов, которые ты пишешь, да, что называется, рожаешь детей для тюрьмы и могилы, да, то есть, сценарий, который никто не увидит. И у меня есть два проекта, которые, один я 7 месяцев писал, другой 8 месяцев писал, я получил за них деньги, огромные деньги, они не будут сняты никогда, да, то есть, когда ты пишешь проект, получаешь деньги, я еще деньги получил за них, несколько миллионов рублей, да, но они сняты не будут, там, по ряду причин. И вот такая фрустрация, да, она накапливается, из-за этого возникает выгорание, да, и не всем удается с ним справиться, то есть, я справился за счет того, что постоянно занимался, во-первых, у меня была театральная драматургия, во-вторых, у меня было преподавание, вот, поэтому, вот я хочу быть сценаристом, я хочу быть писателем, да, то есть, вы снаружи смотрите на это, и вы видите только светлые стороны, вы туда войдете, и вы увидите, что там далеко не все, не все так шоколадно, как вам кажется. Вообще, я гениальный продавец, мне кажется, я такими разговорами очень сильно отбиваю желание становиться сценаристами, если есть два направления для заработка, но пока не там, не там нет большого отклика, это может быть самообманом, может быть, да, то есть, надо смотреть, а есть ли вообще прогресс какой-то, или бывает так, что вы готовите какой-то проект, да, то есть, вы делаете что-то, да, но не делаете какого-то ключевого действия, чтобы это начало деньги приносить, да, условно говоря, сделали сайт, сделали, настроили там лендинг, там еще что-то, да, то есть, выстроили воронку, все, да, но не запустили трафик, да, может быть, вы все это готовите там три месяца, да, и все это время ноль денег, а потом трафик запустили, и пошли деньги, вот, поэтому, тут надо смотреть, что менялось в течение этих месяцев, самообман надо искать в том, что я делаю, или не делаете, да, то есть, что-то, что надо делать, а вы не делаете, сложная тема, сложная, я согласен, о, шесть лет думала, что замуж вышла по жизненной необходимости, а вчера обнаружила, что это самообман, так как любви, классно, супер, хороший самообман, так, на работе энергии трачу меньше, а для себя сценаристике, текстов, время больше, так так и должно быть, ну, по большому счету, да, вы, я об этом уже несколько раз говорил, да, что мы, писатели, имеем право, общество нам не доплачивает всегда, потому что мы создаем продукт, который много лет используется после нашей смерти, да, то есть, мы обществу даем сильно больше, чем общество дает нам, и, соответственно, я считаю, что мы имеем полное право, творческие люди, мы имеем полное право свое взять раньше, да, то есть, например, устроиться на работу, на которой вы ничего не будете делать, только сидеть и писать свой роман, или писать свой сценарий, да, а работу получать, а деньги получать ни за что, вот я считаю, что творческий человек имеет полное моральное право на это, и не должен испытывать по этому поводу никаких абсолютно угрызений совести, а потом он напишет роман, и те же самые ваши сотрудники будут сидеть и читать ваш роман, и люди будут читать, да, вы уже умрете давно, а роман ваш будут читать, если вы хорошо напишете, конечно же, вот, поэтому так и должно быть. Зеланд очень хорошо сформулировал, мне нравится эта формулировка, сдать себя в аренду, да, то есть, если у вас дело мечты не приносит вам денег, вовсе не обязательно его монетизировать, то есть, может быть, когда-нибудь оно будет монетизировано, а может быть и нет, это же не значит, что, да, любой чих надо, надо монетизировать, я вот чай люблю пить, я не пытаюсь это монетизировать, да, то есть, я деньги зарабатываю другим способом, а чай пью для удовольствия. Так, есть такое понятие, топить лед, когда усилия не приносят видимый результат. Смотрите, еще раз, вот я вам выше сказал, да, вы готовите воронку, да, то есть, вы делаете какой-то процесс сложный, но в подготовке этого процесса есть прогресс, да, то есть, вы написали текст, добыли картинки, да, сделали сайт, сделали страницу, да, сделали рассылку, подключили, еще что-то сделали, да, то есть, у вас все это время идет прогресс, а не так, что вы в самом начале сели, такие, мне надо сделать лендинг, и три месяца вы не делаете лендинг, да, вообще ни одного шага не делаете, да, как не остановиться в шаге от успеха, нужно иметь план, нужно иметь четкий план того, что вы делаете, и иметь четкие, четкие критерии отслеживания прогресса, да, то есть, то, что я делаю, приносит результат, а сейчас то, что я делаю, приносит результат, именно поэтому в творчестве, я считаю, что надо сразу же с самых первых текстов эти тексты выносить на публику, то есть, вы сразу же будете получать обратную связь от аудитории, и очень быстро поймете, куда, есть у вас прогресс или нет, когда здесь следующие эфиры, эфиры по понедельникам в 12 часов, так, если подозревая самообман, спросить себя, что я могу сделать, еще и нет желания, это как способ определить подходит, вот смотрите, давайте так, я вам дам одну технику, очень простую, вот вы делаете какое-то дело, допустим, хотите сделать что-то, хотите сделать подкаст, например, да, хотите писать сценарий, и вот как вы себе представляете, что вы будете делать, когда вы этого добьетесь, вот допустим, я себе представлял, вот я сделаю подкаст, да, раскручу его, и дальше, как я буду себе это представлять, я представлял себе так, что я сижу, пью чай с большой красной кружкой, и в эфире болтаю с каким-нибудь приятным мне человеком, не знаю, с Таней Мужицкой, например, вот, или еще с кем-нибудь, я представил это, и я почувствовал себя офигенно, но мне ведь для того, чтобы Таню пригласить в эфир, мне же не надо, мне больше ничего не надо, у меня уже все есть для этого, вот, а если вы, представляя, что я, вот когда я представлю, то есть, если вы, например, сценарист, да, или писатель, и если вы представили себя там, и вы представили, что вы сидите и пишете сценарий, или что вы сидите в студии и ругаетесь с редактором по поводу поправок, то есть, если вы представляете процесс, а если вы представляете себе, вот когда вы задумываетесь об этом, вот я уже там, и что я делаю, если вы представляете себе, что вы сделали это и отдыхаете, да, то есть, я представляю себе, я получил Нобелевскую премию, да, и вот она у меня стоит, я не знаю, как она выглядит, диплом какой-нибудь, или там еще что, миллион денег в чемодане, да, вот она стоит у меня на полочке, а я лежу на диване, смотрю на нее и отдыхаю, вот если вы представляете себе, что вы отдыхаете, да, я великий писатель, уже, вот оно где-то там, мои книги на полочке стоят, а я гуляю с собакой по берегу моря, у меня закрытый домик, да, то есть, если вы представляете, что вы отдыхаете от этого, значит, вы занимаетесь не тем, и более того, вы устали, вам надо отдохнуть, то есть, вы уже выгорели, то есть, вы видите отдых, а не деятельность, да, то есть, если вы все время, представляя о том, как это будет, представляете деятельность, значит, это то, что надо, представили этот адок, но все равно хочется, вот смотрите, ребят, вот запомните, вот то, что я вам скажу, запомните это на всю жизнь, вот когда это случится, и когда вы получите правки, какие-нибудь жесточайшие, когда редактор будет вам говорить, что какую-то херню вы написали, вспомните слова своего учителя, вспомните меня, вспомните, что я вас об этом предупреждал, и громко засмейтесь адским смехом, вот так, и вам будет легче сразу же, так, наверное, недостаточно действий, или вы делаете не то действие, надо найти другое действие, я думаю, творческому человеку особенно нужен пассивный доход, и в идеале, в идеале, опять же, смотрите, я понимаю, Я понимаю, что я говорю сейчас вещи, которые могут идти вразрез с представлением общества о прекрасном, представлением прекрасных фей. В идеале, если ваш партнер, супруг, супруга зарабатывает деньги, а вы сидите и пишете. Почему? Потому что творчество – это риск. Она это все стабилизировала. Она зарабатывала стабильно на некий наш прожиточный минимум. Поэтому в идеале, конечно, если у творческого человека есть партнер, который обеспечивает финансовую стабильность. Так, это может остаться тем делом, которое приносит радость. Да, разумеется. Но тоже, понимаете, опять же, в каждом деле не надо ждать от… Если вы занимаетесь делом своей мечты, не надо ждать от него только радости. И так вы тоже очень скоро выгорите. Потому что в любой деятельности есть какая-то часть деятельности, которая радости не приносит. В любой сложной деятельности. Да, то есть в сценарии классно придумывать. Вот начальный этап, когда ты придумываешь, очень классно. Диалоги классно писать. Да, а, допустим, переписывать не очень классно. Да, то есть какая-то часть деятельности классная и дает энергию, а какая-то часть не классная. И вы не можете сделать так, что «А давайте я буду есть только пенки, а остальное все будет есть кто-то другой». «Самообман – это когда отапливаешь космос, то есть сливаешь энергию никуда». Да, бывает и так. Так, что интересно, меня даже представление процесса работы с правками зажигает. Могу представить только из своего опыта правки документации. Да нет, это по большому счету работа как работа. То есть это обычная рутинная работа. Когда мы писали «Побег», у меня я в какой-то момент просто подсчитал редактор Рената Остренкова, с которой мы работали. Я был главным автором проекта. Однажды я вечером увидел, что у меня за день на мобильном телефоне больше 90 входящих звонков от Ренаты. Можете себе представить? То есть это просто каждые две минуты звонит звонок, и она дает какую-то очередную новую поправку. И мы садимся, и я сажусь, у меня открыт файл на ноутбуке, я сажусь правлю. Да, это нормальная, нормальная абсолютно работа. Так, помогает. Все время вижу кабинет и пишу в тишине. Да, отлично. Представляю, как я пишу и переписываю. Что-то у нас все сценаристы здесь собрались. Что, давайте я вам закрытие что-ли что-ли сделаю. Раз вы собираетесь быть сценаристами, по ссылке в описании, онлайн-курс сценарий полнометражного фильма. Набор идет, идите оплачивайте, будем вместе писать сценарий. Я сейчас особо вас не закрываю, потому что я понимаю, что у нас сейчас самодисциплина пройдет в январе, и после этого мы набор закроем, скорее всего. Спасибо за подсказку такой супер техники с визуализацией, буду использовать с клиентами. Меня, как сказать, простота в обращении от психологов меня очень прямо радует. Ты даешь какую-нибудь технику, они, ну, отлично, буду использовать с клиентами. Ну, вы хоть ссылайтесь тогда на меня, говорите, что это техника от Молчанова. Вы продавец отличный. Да, несмотря на то, что как бы плохо я ни продавал, но тем не менее, тем не менее у меня почему-то покупают. Покупают хорошо. Не все. Я не сценарист, я преподаватель. Ладно, друзья мои, мне кажется, что отлично мы с вами пообщались. Тема, мне кажется, всем понятна. На следующей неделе мы с вами встречаемся. Также по графику в 12 часов будем делать итоговый вебинар годовой. Так, все. Спасибо и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok